Формально это знакомство с новым руководителем исполнительной власти региона, хотя многим Дмитрий Азаров уже знаком по прежней работе. Указом президента России он назначен временно исполняющим обязанности губернатора. Этот статус сохранится до следующего сентября, когда пройдут всенародные выборы главы региона. Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич представил его общественности. Дмитрий Викторович вернулся в родную область. У него есть понимание, что нужно сделать, какие сегодня вызовы стоят перед регионом. А это прежде всего подготовка к чемпионату мира по футболу. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу – одна из главных, но не единственной задачи. Новому главе области предстоит выстраивать дальнейшую стратегию развития. По словам Дмитрия Азарова, он намерен использовать опыт предыдущих губернаторов. Уважаемые земляки, я не раз был свидетелем того, что руководитель региона, завершая свою работу, получил, получал в свой адрес массу упреков и незаслуженных слов в спину. Я предлагаю, чтобы эту традицию мы закончили здесь и сейчас. Чтобы все, что сделано предыдущими поколениями, руководителями, уважалось и сохранялось, приумножалось. И именно это даст основу развития нашего региона. Николай Меркушкин, возглавлявший регион последние пять лет, переходит в администрацию президента. Он назначен спецпредставителем главы государства в Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Многим нашим землякам он запомнился прежде всего конкретными делами. С благоустройством различных территорий нашей злобости, городов, сел, появлением новых объектов. Таких объектов, которых нет даже в городе Москве. Это наши школы новые, которые открыты в этом году. Приемственность в развитии сельского хозяйства. Если помните, мы в свое время начинали, вот картофель, галшина фриза и так далее. Потом нас критиковали, говорили, что это неправильно. Николай Иванович, как человек грамотный, он это все подхватил и развил. И сегодня мы видим результаты этого труда. Поддержка промышленности колоссальная. Конечно, развитие инфраструктуры спорта, особенно детского. И то, что мы вошли в пул городов, которые готовятся сейчас к чемпионату мира, это тоже во многом его лобби и его заслуга. Памятный подарок от депутатского корпуса вручил спикер губернской думы Виктор Сазонов. Сам экс-губернатор поблагодарил прежде всего свою команду за сотрудничество и всех жителей области за поддержку. Он пожелал преемнику успехов в работе. Я хотел Владимиру Дмитриевичу пожелать успехов. Он человек, на самом деле, самарцем известен. Он известен округу, округ его знает. Его знают, естественно, и в Москве, как активно в Совет Федерации. И у него все есть для того, чтобы все сделать так, чтобы через какое-то время можно было сказать. Да, мы свою миссию все, каждый из нас выполнил. Спасибо вам. А на кабинете номер один областного правительства уже новая табличка. Олег Зверев, Константин Головин. События.